Главное политическое событие в жизни региона. Сегодня в столицу Чувашии прибыл министр промышленности и торговли правительства России Денис Мантуров. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России. В сентября 2007 года назначен заместителем министра промышленности и энергетики правительства России. В мае 2008 сохранил должность в переименованном ведомстве. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. С 2012 года министр промышленности и торговли России в правительстве Дмитрия Медведева. Уже несколько лет министр постоянно на связи с Чувашской республикой. В 2017 году в столице Чувашии Денис Мантуров провел заседание Координационного совета по промышленности. Тогда в республику приехали представители 60 регионов страны. Обсуждали пищевое машиностроение в России, региональные фонды по развитию промышленности. По их созданию по Волжье занимало лидирующие позиции. У нас появился чемпион из регионов с учетом той тенденции, которая сформировалась в прошлом году по созданию региональных фондов. У нас до этого был Санкт-Петербург с общим объемом в миллиард. Чувашия приняла буквально несколько дней решение назад. Полтора миллиарда рублей. Фонд развития промышленности. Уже два года Денис Мантуров курирует социально-экономическое развитие региона в рамках ИПСЭР. Промышленные предприятия всегда могут рассчитывать на поддержку министра. А договоренности с руководством Чувашии помогают реализовать весь экономический потенциал. Коллеги выпускают современную продукцию, современную номенклатуру, которая востребована не только у потребителей в России, но открывает уже для себя горизонты на зарубежных рынках. И это говорит о том, что эта техника качественная и она конкурентоспособна на внешних рынках. Поэтому рассчитываем то, что те инструменты поддержки, которые сегодня есть на федеральном уровне, на региональном уровне, а фонд развития промышленности на сегодняшний день в Чувашии, объем капитализации практически самый крупный в России. Это более полутора миллиардов рублей. Денис Мантуров в 94-м окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности социология. Кандидат экономических наук. В списке учебных заведений Дениса Валентиновича числится и авиационный институт. Женат, воспитывает дочь и сына. В сопровождении главы республики Денис Мантуров посетил завод по производству солнечных батарей и модулей группы компании «Хевел». За происходящим на предприятии в Новочебоксарске следила Татьяна Молокова. В 13.40 сегодня на предприятие прибыл Денис Мантуров. «Хевел» участвует в индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии и ПСЭР, о которой мы рассказывали ранее. Мы чувствуем очень здорово вашу поддержку и активно участвуем во всех программах, которые Минтонтон запускает. В том числе мы выставили достаточно солидную команду для обучения по подготовке команд для создания инфраструктуры технопарков и индустриальных парков. И вот уже проект начат. Это будет хорошим подспорьем для предпринимателей уже на готовую инфраструктуру приходить. Следующее, мне кажется, очень серьезное направление для того, чтобы реально изменить ситуацию. Это работа, которая запущена благодаря личному вашему поручению. Это работа совместной с департаментом Минтонтона Российской Федерации. И здесь мы реализуем 24 направления или 24 проекта с каждым департаментом по различным направлениям. И здесь работа ведется достаточно плановой, я бы так сказал. Есть ощутимый эффект уже. И самое главное, этот эффект выражается в том, что отдельные предприятия, конкретные предприятия чувствуют конкретную поддержку. И градус ожидания, это самое важное, он растет. И люди очень активно инициируют новые и новые проекты. Денису Мантурову детально рассказали и показали нанотехнологии, с помощью которых создаются солнечные батареи на этом предприятии. Завод первое и единственное предприятие в России и в Европе по производству высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей и модулей мощностью 350 мегаватт в год. К слову, солнечные батареи, которые здесь производят, хорошо известны в России и за ее пределами. Но вернемся к подробностям визита Дениса Мантурова. На самом деле информации не так много. Мы уже говорили, что визит проходит в закрытом от прессы режиме. Известно, что сегодня делегация побывала в музее космонавтики в Шоршеллах, где возложили цветы к могиле третьего космонавта Советского Союза Андриана Николаева. Затем высокопоставленные лица вернулись на Хевилл. И здесь руководитель Минпромторга России вручил главе Чуваши Олегу Николаеву сертификаты на оборудование сразу трем ведомствам. Министерство здравоохранения, культуры и Минспорта. Вручение сертификата – это, по сути, такой церемониальный акт. Про эти ассамбляризованные очень важные решения. То есть это троллейбусы, которые рисуют. 68 троллейбусов, которые мы получили, подготовили. И выпустили их на улицы города Чебоксара и мэр Чебоксарска. За счет чего, конечно же, сразу же произвелось нам два составляющих городов. Первый – это, конечно же, внешний облик. Потому что, когда сразу так много троллейбусов выходит на улицы, это, конечно же, и красиво, и эстетично. Но самое главное – это, конечно же, безопасность пассажиров и качество транспортного обслуживания. На самом деле программа поддержки импортозамещения уже работает. И некоторое оборудование уже было закуплено. Вот, например, был приобретен инновационный аппаратно-программный комплекс для тестирования юных спортсменов. На стадионе Олимпийский сейчас работает моя коллега Екатерина Шеверова. Передаю ей слово. Здравствуйте, Павел Александрович. У вас приехало новое оборудование сегодня. Расскажите, пожалуйста, для чего оно и что входит в комплект этого оборудования? Да, мы получили в Центр спортивной подготовки новое оборудование. Стань чемпионом. Включай отсюда медицинское направление, психофизиологическое, спортивное и компьютерное. Детей от 6 до 11 лет, чтобы определить сильные стороны и по каким данным видом спорта они могут заниматься. Здесь нужен обязательно медицинский работник, должен присутствовать? Здесь медицинский работник не обязательно. Любой специалист может провести эти тестирования. То есть компьютер сам определяет, да, вот сильные и слабые стороны, тестируем его? Да, компьютер сам определяет. А повторное тестирование нужно будет? Повторное тестирование можно через полгода. Это хороший плюс для нашей республики, что есть такой комплекс. В республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва номер 3 Минспорта Чувашии были поставлены два новых борцовских ковра почти на 4 миллиона рублей. И первыми эти ковры опробовали участники финального этапа пятой летней спортыкиады молодежи по вольной борьбе. Соревнования сильнейших юных борцов проходили в Новочебоксарске в середине июля. Смогли обновить материально-техническую базу и в девяти школах искусств и музыкальных школах республики. По программе импортозамещения учреждения доп. образования получили музыкальные инструменты на 10 миллионов рублей. В Чуваксарской музыкальной школе имени Максимова работает репортер республики Ревигина Кубайкина. Мы находимся в детской музыкальной школе имени Максимова. Олег Игоревич, расскажите, пожалуйста, какие инструменты к вам совсем недавно поступили? К нам в этом месяце по программе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации поступили два огромных набора духовых инструментов на общую сумму порядка 3 миллионов рублей. В эти наборы входят такие инструменты, как кларнет, флейта, саксофон, валторна. Также по этой программе в нам в школу поступило 6 пианин отечественного производства. Очень достойные инструменты. Педагоги подходили их, несмотря на то, что находятся в данный момент в отпуске. Опробовали их, говорят, что очень достойные инструменты, что на них будет заниматься гораздо приятнее, чем на том фонде, что у нас имеется. Также, ну, в общем, порадовали нас сегодня. Это просто фантастика, это просто чудо какое-то. Мы такого количества инструментов не получали последние, никогда, наверное, да. С момента открытия школы, наверное. А нашей школе, прошу заметить, в прошлом году исполнилось 100 лет уже. Благодаря программе импортозамещения Минпромторга России, 9 детских музыкальных школ в Чуваше получили новые музыкальные инструменты. Они начали поступать к нам еще зимой. В июле же все поставки завершены. Фортепиано, барабаны, ксилофоны. Более чем на 10 миллионов поступили в детские музыкальные школы. Все это позволит, конечно же, на более высоком уровне преподавать музыку в школах. И дети с большим удовольствием будут заниматься этими предметами. Сегодня в программе визита федерального министра и подписание специнвестконтракта СПИК-2.0, который предусматривает производство сельхозтехники малой и средней мощности, которая востребована на внутреннем и внешних рынках. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика. Как стало известно, в ходе переговоров Денис Мантуров отметил, что министерство и федеральный центр продолжат оказывать Республике поддержку в реализации масштабных инвестпроектов. Речь прежде всего об ИПСЭР, индивидуальной программе социально-экономического развития. Республика Чувашия – одна из самых активно развивающихся региональных экономик. Мы за последний год проделали очень большой объем работы. Программа кредитования индивидуального жилищного строительства как раз сейчас получает свое развитие. Карты открыты, мы можем действительно стучаться в двери и нам открывают. Дело уже не в рейтингах и спорных методиках определения успешности. Одна из национальных целей – это увеличение объема жилищного строительства. Изменение инвестиционного климата, инфраструктурной реновации уже не в сухих отчетах. Вот она моя квартира. Черновая отделка, правда, здесь, но зато своя. Средства были направлены на поддержание наших институтов развития малого и среднего предпринимательства. Мы получили лицензию на медицинскую деятельность, официально открыты и набираем в штат 15 сотрудников. И у нас уже есть предприятия, которые находятся на пике этого направления. Апрель 2020. Знаковое время для республики. В правительстве страны подписано распоряжение о включении Чувашии в индивидуальную программу социально-экономического развития. ИПСЭР. По сути, впервые был запущен механизм одновременно адресной и точечной, и охватывающей десятки системообразующих направлений экономики. Запущено 19 мероприятий по пяти направлениям. Развитие инвестиционных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса, обеспечение квалифицированными кадрами, ориентированными на экономику конкретного региона. Уже через год, 17 мая 2021, в Верхней Палате Российского парламента подвели первые итоги реализации ИПСЭР. Не обошлось без составления рейтингов. Андрей Кутепов, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике. На сегодняшний момент, с нашей точки зрения, из шести регионов мы с коллегами первой поставили Чувашию. В регионе профинансированы меры поддержки с инвестиционным эффектом. Сразу виден результат. Государственные и региональные инвестиции – 1 миллиард 212 миллионов рублей. Создано почти 2400 рабочих мест. Внебюджетные инвестиции – 8 миллиардов рублей. 80 километров от региональной столицы – небольшой город Канаш. Именно он был выбран в качестве пилотной площадки для реализации грандиозного проекта – создания ТОСЭР – территории, опережающего социально-экономическое развитие. На территории ТОСЭР до марта 2021 года действовало три предприятия. Было создано порядка 140 рабочих мест. Инвестиции, размер которых был вложен в размере 700 миллионов рублей, 670 плюс минус. Ну и с марта 2021 года у нас появилось еще 9 резидентов, которые подписали обязывающие документы и заявили о своих намерениях реализации инвест-проектов на общую сумму в размере 3,4 миллиарда рублей, созданием около 400-500 рабочих мест. На сегодняшний день в моногороде Канаш резидентом ТОСЭР разрешено, чтобы стать резидентом ТОСЭР, определенный перечень из 13 видов АКВЭД, чем можно заниматься. Мы подали документы по расширению этого перечня, мы хотим вообще снять эти ограничения. В условиях экономических преференций одной из первых в ТОСЭР Канаш зашла компания Аркто. Производство холодильного оборудования было налажено, что называется, с нуля. Из 48 человек, 43 – это жители Канаша. Появление перспективного производителя с адекватными планами по развитию – не просто гипотетический стимул, а реальный эффект комплексного развития территории. Такие льготные условия, конечно же, с одной стороны, позволяют таким заводам и таким производствам развиваться, а мы получаем прежде всего, пусть небольшие, но все-таки доходы в бюджет. Но самое главное, вот когда идут такие процессы позитивные, появляются такие соответствующие настроения, ожидания. А вот эти ожидания порою даже важнее, чем конкретные рубли. Всего за год количество резидентов увеличилось в 4 раза. Качественный и неоспоримый показатель успешности реализации программы ИПСЭР. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 12 резидентов, 9 из которых мы в марте месяце зарегистрировали. Наши резиденты сегодня – это те, которые выпускают химическую промышленность, холодильники, полуприцепы. В будущем мы должны выпускать полиэтиленовые трубы, плюс зерновой терминал должен появиться и часть продукции, номенклатуры которой относятся к железной дороге. На сегодня активной фазой реализации проектов находится ООО «Аркто». Это завод холодильников, холодильник, который используется уже и в медицине, и получается в сетевых компаниях, которые сегодня продукты питания реализовывают. По заверениям как раз руководства этой компании довольно-таки неплохо идут работы, и даже к концу года выпуск продукции они будут, наверное, утраивать. В рамках проекта «Территория опережающего развития» объявлены два района республики – Батаревский и Цивильский, и город Новочебоксарск, в том числе по типу «Браунфилд», то есть реконструкция уже существующих производственных площадок под новые бизнес-запросы и идеи. При полной подготовке документов, при аккредитации этих индустриальных парков в Минпромторге России мы получаем первое финансирование на создание уже инфраструктуры этих парков. И так до 2024 года. В общей сложности 5 миллиардов должно быть направлено реализацию к предприятию. Программа предусматривает льготный доступ малых и средних предприятий к кредитным ресурсам и микрофинансовым инструментам. Совокупный объем финансирования за 4 года должен превысить сумму в 3 миллиарда рублей. Центр «Мой бизнес» реализует индивидуальную программу социально-экономического развития региона в виде обеспечения доступности к льготным финансовым ресурсам. Одними из получателей этой поддержки является общество с ограниченной ответственностью «Оптимист». Дарья Шац, врач-стоматолог. Еще несколько лет назад перспектива запуска собственного бизнеса была туманной и неопределенной. Сегодня в залитом светом без теневой лампы кабинете уже идет работа. Когда возникло желание открыть свое дело, мы планировали небольшой стоматологический кабинет. Но со временем эта идея переросла в что-то большее и захотелось создать настоящую клинику, а не маленький кабинет. Но, конечно же, средств на это не было. Нам дали займ 1,5 миллиона под 4,25% по программе «Женское предпринимательство». И что немаловажно, АПМБ нам дали отсрочку на 4 месяца, что очень сильно помогло на старте. За 2020 и истекший период этого года инвестиционных проектов было поддержано более 200. Была оказана поддержка Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия», которое привлекло кредитные ресурсы МСБ банка в сумме 39 миллионов рублей с поручительством регионального гарантийного фонда в размере 12 миллионов рублей. «Энергия» производит трикотажные рабочие перчатки. Продукт оказался не только востребованным, составил реальную конкуренцию, и оказалась безальтернативным лидером рынка Китаю и странам Юго-Восточной Азии. География поставок у нас очень серьезная. Мы работаем по всей России. Это от Калининграда до Южно-Сахалинска. Также у нас очень неплохой процент на экспорт. Мы экспортируем наши перчатки. Сейчас мы разместились уже в Амазон США, да, также Амазон Европа. Успех одного предприятия в отдельности и промышленности в целом малого и среднего предпринимательства как итог повышения инвестиционной привлекательности всего региона. Индекс промышленного производства у нас превысил положительный прирост 3%. То есть мы идем сейчас на уровне выше среднероссийских. Так уже в июне в речном порту Чебоксар пришвартовался первый из трех быстроходных судов «Валдай». Они будут ходить до Казани. Расширение транспортной инфраструктуры и туристическая привлекательность. Чебоксары станут частью Волжского экскурсионного маршрута. Мы идем в правильное направление. Правильно не просто мечтаем, а действуем. А наши действия направлены на то, чтобы, конечно же, максимально широко использовать возможности реки Волга, этих великолепных судов. И мы уже договорились с республикой Татарстан о том, что как только судно пройдет все технические регламенты, мы запустим межрегиональный пассажирский маршрут. Дальность полета судна на подводных крыльях до 400 километров. Чувашия станет ближе. Запуск масштабных проектов, пусть и избито, но можно сравнить с локомотивом и эшелоном инфраструктурных проектов. Инженерные и коммуникационные сети, подобные рельсам, обеспечивают плавный ход всей экономики региона, как составляющей глобальных процессов в стране. В Чувашской республике активно реализуются мини-финансовые проекты индивидуальной программы социально-экономического развития. Минструи республики курирует снятие инфраструктурных ограничений, развитие транспортной сети, оптимизирована система отбора проектов по сооружению инженерной инфраструктуры требуемых мощностей. Системный подход к реализации программы дает самый главный эффект прилагаемых усилий – рост реальных доходов населения. В планах реализации программы сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, увеличение среднедушевого дохода, прирост инвестиций в основной капитал на душу населения до уровня 41 900 рублей. Я очень рада, что я приобрела эту квартиру. Надеюсь, наша жесть изменится, как мы сюда переедем. Мы реализуем государственную политику, участвуем также в социальных программах. И около 50 тысяч квадратных метров жилья было как раз реализовано по социальным программам. В том числе это дети-сироты, ветераны-инвалиды. К нами приобретен земельный участок в юго-западном районе города Чебоксар, где мы планируем построить порядка 70 тысяч квадратных метров жилья. И данными квартирами закроем потребность города Чебоксары по обеспечению детей, сирот и многодетных семей. Новое жилье, новые люди, новый транспорт. 68 новых троллейбусов появились в апреле на маршрутах региональной столицы. Привлекательность и доступность микрорайонов в современные застройки. Удобство жизни в исторических кварталах города. Системный и структурированный подход к развитию региона уже не анонсированный тренд, а планомерная работа министерств и ведомств, бизнеса и граждан. Миллиарды рублей инвестиций, тысячи новых рабочих мест. Чувашская республика входит в новую эру. И это не фигура речи. Чуваша. Регион. Внимание. Внимание к людям.